Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем лекции в рамках дистанционного образования студентов, ординаторов. И мы выражаем безмерную благодарность Первому медицинскому каналу за предоставленную возможность вот в таких прекрасных условиях и качественно записывать лекции для дистанционного образования наших студентов и ординаторов в рамках цикла поликлинической терапии и внутренних болезней. И сегодня наша лекция будет посвящена аспектам ведения пациента с фибрилляцией предсердий. Первая лекция – антиритмическая терапия, вторая лекция – антиакогулянтная терапия. Естественно, мы базируемся на рекомендациях. К сожалению, наши рекомендации последние вышли в 2012 году, сейчас активно готовятся новые версии рекомендаций. Европейские рекомендации 2016 года, пересмотры, в которых частично озвучиваются варианты, ну хотя бы не антиритмической терапии, но радиочастотной абляции – это 2018 год. И самые свежие рекомендации 2019 года – Американская ассоциация кардиологов. Но во всех этих рекомендациях, о которых я сейчас только что сказала, практически отсутствуют разделы по антиритмической терапии. Потому что этот раздел введения фибрилляции предсердия в настоящее время практически не меняется с 2006-2009 года. И весь тот материал, который сегодня я буду предоставлять, он в основном взят из тех рекомендаций 2006-2010 года. И даже раньше. Потому что ничего нового в антиритмической терапии не происходит. После бесславной кончины дронодорона новой антиаритмики для профилактики фибрилляции предсердия не выходит в реальную клиническую практику. Наоборот, идет вымывание антиритмических препаратов с фармацевтического рынка, их становится все меньше. А вот антикоагулянтная терапия, о которой речь пойдет во второй части лекции – это та зона, та сфера ведения фибрилляции предсердия, где всегда очень много нового. Новые исследования, новые стратегии, обновления рекомендаций и консенсусов. Но это не означает, что антиаритмиками лечить просто. Это очень высокорисковая терапия, это очень ответственная терапия, и сегодня мы об этом будем говорить. Но прежде несколько слов, собственно, о фибрилляции предсердия. Почему проблема так актуальна? Она актуальна потому, что количество случаев фибрилляции предсердия растет из года в год. И по сравнению с 1995 годом, по данным Соединенных Штатах Америки, в 1950 году будет наблюдаться удвоение количества пациентов с фибрилляцией предсердий. Рост количества пациентов с фибрилляцией предсердий плюс это высокорисковое нарушение ритма. Почему? Потому что у пациентов с фибрилляцией предсердий общая смертность растет в полтора-два раза за счет кардиоэмболического инсульта, за счет других сердечно-сосудистых событий. Поэтому введение фибрилляции предсердия – это всегда очень ответственное решение терапевта и кардиолога. Так как в рамках студенческой лекции мы сегодня с вами разговариваем, позвольте напомнить, что, собственно, есть фибрилляция предсердия или мерцание предсердия и трепетание. Как классифицируются по количеству импульсов в предсердиях. Вы это прекрасно знаете, просто напоминаю. Но нас с клинической точки зрения больше всего волнует, какова же частота желудочков. Потому что именно частота сокращения желудочков будет определять нашу тактику, ургентность ситуации, будем ли мы купировать, будем ли мы активно вмешиваться. Поэтому вот это разделение на тахи, норма и брадисисталию, оно актуально с клинической точки зрения. Итак, терапевтические стратегии, которые мы используем для введения пациентов с фибрилляцией предсердий. Они очень многообразны. Именно поэтому введение этого нарушения ритма очень сложно в клинической практике, особенно для молодых врачей и сложно для понимания для студентов и ординаторов. Итак, это терапевтические стратегии правильного поведения в острой ситуации. Это лечение заболевания, которое лежит в основе фибрилляции предсердия, оральные антикоагулянты, антиаритмики, кардиоверсия, абляция, гибридная хирургия фибрилляции предсердия и терапия для контроля частоты сердечных сокращений, если имеет место постоянная форма. Но я хочу вас привлечь внимание к двум треугольникам. К красному треугольнику и желтому треугольнику. Красный треугольник расположен напротив тех вмешательств, которые увеличивают продолжительность жизни, которые улучшают прогноз пациента с фибрилляцией предсердия. А вот эти стратегии в основном влияют на качество жизни, на симптомы. То есть сегодня мы говорим об антиаритмической терапии. Антиаритмия, кардиоверсия, катетерная абляция, за редким исключением одно из исследований закончилась удача в отношении прогноза. Это совсем отдельная группа пациентов. Гибридная хирургия фибрилляции предсердия – это в основном контроль симптомов. Но начинаем мы вот с этого. Начинаем мы с того, что анализируем, а какое заболевание лежит в основе фибрилляции предсердия, в основе развития этого нарушения ритма. Мы должны грамотно вести сердечно-сосудистую патологию, которая лежит в основе фибрилляции предсердия. Вот это факторы риска развития фибрилляции предсердия. В 2016 году в европейских рекомендациях добавились отдельно хронические гипоксические состояния, хроническая болезнь почек. И, собственно, что происходит на фоне развития вот этих заболеваний? Прежде всего происходит ремоделирование, ремоделирование предсердий. Происходит развитие процессов воспаления, провоспалительной цитокины, ЦРБ. Активация ренина, гетензин, альдостероновых систем тканевых в миокарде предсердий. Развивается фиброз, инфильтрация жиром, дилатация левого предсердия, ишемия. Все это создает морфологический субстрат для неоднородности возбуждения, для ремоделирования ионных каналов, для формирования механизмов реэнтри и эктопических стимулов. Идет запуск аритмии. Что же такое должно произойти с предсердиями, чтобы дебютировала фибрилляция? Мы видим анатомическое образование, левое предсердие. Очень сложное анатомическое образование. Оно как будто создано для того, чтобы там заблудилось возбуждение, чтобы вот этот механизм реэнтри нормализовался. Вот эти звездочки – это бесчисленные реэнтри, микро-реэнтри. И возбуждение бродит вокруг устьев легочных вен. Вот это ушко левого предсердия. Ремоделирование. Сначала при, например, артериальной гипертензии, лишевической болезни сердца происходит ремоделирование левого желудочка. Развивается его гипертрофия, диастолическая дисфункция. Потом диастолическая дисфункция левого желудочка приводит к дилатации левого предсердия, формирование субстрата для возникновения фибрилляции предсердия. Поэтому лечение ишемии, артериальной гипертензии, лечение пороков – это крыльбольный камень для улучшения течения аритмии. И мы должны об этом помнить. Итак, абстрим-терапия. Что такое абстрим-терапия? Эта терапия выше по течению, то есть мы лечим то заболевание, которое лежит в основе развития ФП, и таким образом уменьшаем симптомы, уменьшаем тяжесть течения аритмии. Среди терапевтических стратегий доказана роль блокаторов рас, статинов и антагонистов минералокротикоидных рецепторов именно для профилактики рецидивов, для уменьшения количества рецидивов фибрилляции предсердий и для того, чтобы уменьшить тяжесть этих симптомов. Одно из интересных исследований, которое недавно закончилось, именно исследование, посвященное тому, какое значение мы должны придавать нашим терапевтическим стратегиям по лечению основного заболевания. Здесь были взяты пациенты с фибрилляцией предсердий, персистирующей и сердечной недостаточностью, и были разделены они на две группы, это пациенты, которые рутинно обычно наблюдались, как наблюдались, то есть ничего не менялось, и группа интенсивного наблюдения, вот эта группа, где пересматривалась терапия, насколько грамотно назначены антагонисты минералокротикоидных рецепторов, блокаторы РАС, статины, проводились мероприятия по физической реабилитации, диеты, консультирования и так далее. Все это происходило в течение года, а через год сделали семидневное холтеровское мониторирование КГ и посмотрели, какая же разница в сохранении синусового ритма у пациентов на интенсивном контроле и при обычном наблюдении. Но прежде всего я хотела бы сказать, как изменилась структура терапии, когда были пересмотрены назначения. У пациентов, подчеркиваю, с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцию предсердий. Вы видите, в каком проценте при обычной терапии они получали антагонисты минералокротикоидных рецепторов, а в каком проценте случаев они были показаны, в каком проценте, оказывается, были показаны статины, увеличилось употребление ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента. Надо отметить, что фактически контроль ритма в этих группах постарались уравнять, он был одинаковым. Что же изменилось через год терапии? При обычном наблюдении без пересмотра терапии 63% сохраняли синусовый ритм, при интенсивном наблюдении 75%. Кажется, цифры одинаковые, но не сильно различаются. Но тем не менее 12% разницы улучшение течения ритмии просто на регулировании основной терапии сердечно-сосудистого заболевания. Итак, что же изменилось в рекомендациях 2016 года по сравнению с предыдущими? Впервые в качестве терапевтического вмешательства было рекомендовано у пациента с ожирением снижения веса и вообще рекомендовано рассматривать lifestyle modification у пациентов с оперляцией предсердия. И основой для такой рекомендации был целый ряд исследований. В частности, одно из них. Вот если пациент после фибрилляции предсердий после первого эпизода начинает вести себя вот так, то есть ограничение физической активности, отсутствие lifestyle modification, то, соответственно, время свободное от эпизодов вот таким образом снижается, от эпизода фибрилляции. Если же начинается кардиореспираторный фитнес, снижается вес, модифицируются физические нагрузки, то значительно уменьшается количество рецидивов фибрилляции предсердий. И все это позволило Американской ассоциации кардиологов в своих рекомендациях 2019 года вот такую строчку ввести. Для ожирелых пациентов с фибрилляцией предсердий, потери веса вместе с lifestyle modification рекомендованы высокий класс и уровень доказанности. Ну, возвращаемся к вот этой табличке. Что здесь еще написано? Зачем мы должны следить у пациентов с фибрилляцией предсердий? Коррекция гипоксимии и ацидоза. Пациенты с респираторной патологией, с астмой, хоббл, с обострением или с пневмонией, у них рецидивируют фибрилляции предсердий. Так вот, практически бесполезно, пока мы не купируем обострение хронических респираторных заболеваний, корректировать фибрилляцию предсердий. Необходимо сначала полечить обострение, скорректировать гипоксимии и ацидоз, а потом уже вмешиваться антиаритмиками. Тем более, как мы с вами прекрасно понимаем, на фоне гипоксимии, ацидоза, проритмогенные свойства антиаритмических препаратов начинают проявляться очень активно. Также впервые введено понятие выявления клинических симптомов обструктивного апноэ сна у пациента с фибрилляцией предсердия, потому что это состояние очень связанное. Пока мы не пролечим симптомы обструктивного слипапноэ, будет рецидивировать фибрилляция предсердия, потому что в ночное время у этих пациентов растет артериальное давление, эпизоды гипоксимии, грубая фрагментация сна и активация симпатоадреналовой системы. Вот эти позиции были введены впервые в европейских рекомендациях 2016 года. Ну, напоминаю для студентов классификацию, да? Давайте взглянем, немножечко вспомним, что такое пароксизмальная фибрилляция предсердия. Это та форма фибрилляции предсердия, когда синус и варит может спонтанно восстановиться в течение, обычно в течение 48 часов. До 7 дней она может длиться, но в этот момент, если мы ее купили медикаментозно, все равно это пароксизмально. Пессистирующая никогда сама не восстановится, длительность эпизода обычно составляет более 7 дней, длительно персистирующая это более года, тем не менее мы каждый раз при срыве ритма восстанавливаем ритм. И постоянная, обратите внимание, фраза из европейских рекомендаций, пациент и врач считают возможным сохранение ритмии. То есть еще и мы с пациентом должны работать и уговаривать его, что настало время прекратить бесконечно восстанавливать ритм, потому что это иногда сопровождается определенными побочными эффектами. И еще о какой классификации нужно помнить? О клинической классификации. Классификации симптомов фибрилляции предсердий, насколько они изменяют повседневную жизнь пациента. Эта классификация нам понадобится для того, чтобы решить, какую тактику выбрать введение пациента с фибрилляцией предсердия. Это классическая хороцкая классификация, и здесь вы видите, что симптомы ранжированы от легких до средневыраженных, выраженных и инвалидизирующих симптомов. Как мы подходим к этой шкале? Очень просто. Если перед нами, особенно пожилой человек, старше 65 лет, и у него минимальные клинические проявления эпизодов фибрилляции предсердия, мы можем выбрать контроль ЧСС, то есть бесконечно не бороться за синусовый ритм в какой-то момент, назначить пульсоурежающую терапию. Если же тяжелые симптомы, которые значительно изменяют жизнь пациента, вот здесь мы будем бороться за восстановление ритма, здесь мы будем назначать антиритмические препараты для постоянного приема. Я напоминаю классификацию антиритмических препаратов, но отрадно, в кавычках отрадно то, что количество препаратов, которые у нас были еще несколько лет, вот эти препараты несколько лет назад, их уже нет, и количество, которое мы сейчас используем, оно небольшое. Это фактически навокаинамид для купирования, это цизин, алопимин, пропофенон, и это первый С-класс, и третий класс аммиадарон, саталол. Все, больше в нашем арсенале ничего нет и не предвидится, поэтому мы должны грамотно использовать то, что у нас есть. Несколько слов об острой ситуации. В основном мы сегодня будем беседовать об превентивной антиритмической терапии и пульсорежающей терапии. Так вот, кардиоверсия при приступе фибрилляции предсердия. Приступ фибрилляции предсердия. Мы смотрим на пациента. Если он гемодинамически нестабилен, если высокая частота, если отек легких, аритмогенный шок, мы практически не задумываемся, что делать, мы идем на электрическую кардиоверсию. Если же пациент стабилен, мы можем подумать, мы сможем посмотреть на его сопутствующие заболевания, оценить его клинический портрет, принять решение о том, что нужна фармакологическая кардиоверсия и фактически выбрать. Но выбирать – это европейский вариант. Выбирать нам особо нечего. Если пациент тяжелый, с ХСН, с низкой фракцией выброса, с тяжелым и ортальным стенозом, только аммиадарон. Если есть ИБС, умеренное ХСН, выраженная гипертрофия, опять-таки, у нас только аммиадарон. И если нет значимой структурной патологии сердца, мы можем использовать пропофенон, новокаинамид. В общем, практически все, что мы можем взять из этой схемы. Какие препараты мы можем использовать для острого купирования? Это аммиадарон и пропофенон. Мы видим здесь средние дозы. Мы должны помнить, что на фоне введения аммиадарона обычно отсроченное восстановление ритма. Не на игле восстанавливается ритм. 6-12 часов. Именно поэтому и прописаны схемы. В среднем 600 мг болезненное введение. Потом за сутки мы можем достигнуть дозы 10 г. И на этом фоне будет восстанавливаться синусовый ритм. С пропофеноном проще. Здесь быстрее будет восстановление ритма, если пациент чувствителен к первому С-классу антиаритмиков. Многие должны помнить, что может быть гипотензия, может быть переход в трепетание один к одному, поэтому может быть до введения аммиадарона использовать какие-то пульсоряжающие препараты типа бета-блокаторов или веропамилы, или дельтиазема. И нельзя у пациентов со структурной патологией сердца. Об этом мы чуть позже поговорим. Ну, теперь мы приступаем к ситуации, когда мы все-таки решили назначить противорецидивную антиаритмическую терапию. Как это регулируется современными рекомендациями? Итак, европейские рекомендации. Инициация длительной терапии для контроля ритма при симптомной ФП. Что означает это слово «симптомной ФП»? Поясню на конкретном клиническом примере. Обычная пациентка вот такого продвинутого возраста с совершенно обычным диагнозом. Да, у нее есть ишемическая болезнь сердца, у нее есть артериальная гипертензия, у нее есть фибрилляция, смотрите, с высоким очень риском кардиоэмболического инсульта, у нее есть хроническая сердечная недостаточность и хронический болевой синдром, остеоартроз, двусторонний гонотроз, остеопороз. Чем она лечится? Она лечится, предназначена уже у этой пациентки, была такая терапия. Обратите внимание, небольшие дозы ингибитора АПФ, бета-блокатора, немного теросемида. Абсолютно правильно выбрана доза добегатрана 110 мг в два раза, потому что возраст старше 80 лет. Что происходит? Мы смотрим, у нее есть жалобы на определенные какие-то дисциркуляторные нарушения. ЭКГ, в принципе, синусовый ритм АВ-блока до первой степени. Делаем холтерское мониторирование ЭКГ и видим эпизоды фибрилляции предсердий, которых очень много. Но, тем не менее, средняя ЧСС у нее 88, 62, максимальная ЧСС 88, минимальная ЧСС 44. Она в период срыва ритма чувствует какие-то нерегулярности, нерегулярный ритм сокращений, но, тем не менее, никаких инвалидизирующих симптомов нет. Вопрос, будем ли мы назначать антиаритмики в этой ситуации? Конечно, нет, потому что это именно тот один класс по ЭХРО, когда симптомы либо минимальные, 1-2А класс по ЭХРО, либо минимальные, и нам не нужно назначать тяжелые антиаритмические препараты, потому что, скорее всего, у этой пациентки первый класс мы дать не сможем, а третий класс неизбежно приведет к урежению. Так что же делать у пожилых пациентов? Какую тактику и стратегию выбрать? При очередном эпизоде фибрилляции предсердия нам бесконечно бороться за восстановление синусового ритма, то есть назначать противорецидивную антиаритмическую терапию или в какой-то момент назначить пульсорежающую терапию и поступить таким образом, что пациент останется с аритмией. Были достаточно давно два исследования, Рейса и Афирм, которые ответили на этот вопрос. У пациентов старшей возрастной группы вот эти две стратегии, пульс урежающий и ритм сохраняющий, имеют сходную прогностическую эффективность. В контроле группы частоты желудочкового сокращения была меньшая частота госпитализации побочных эффектов антиаритмической терапии. И вот исследования Афирм, контроль уритма, контроль ЧСС, 5 лет наблюдения, общая смертность, кривые не разошлись. То есть мы у пациентов старшей возрастной группы уже с ремоделированием, с большим вопросом об удержании синусового ритма при очередном восстановлении можем выбирать тактику пульсорежающую и, собственно, оставлять аритмию. Двигаемся дальше по этому алгоритму, двигаемся дальше по алгоритму. Дальше, если мы приняли решение все-таки назначить ритмосохраняющую терапию антиаритмическую, то здесь мы должны посмотреть на клинический портрет пациента. Какова структурная патология сердца? Если структурная патология сердца минимальна, мы можем выбрать любой антиаритмик. Первого класса, третьего класса, если есть и БС, значимая патология клапанов, и выраженная гипертрофия, что значит выраженная гипертрофия? Это толщина стенок левого желудочка 14 и более. Тогда мы не можем выбрать первый класс антиаритмиков, у нас остается только аммиадарон и саталол. Если же есть хроническая сердечная недостаточность, выбор один, только аммиадарон. Вот такой нарисован алгоритм выбора в европейских рекомендациях. Наши рекомендации. Вспоминаем отечественные рекомендации 2012 года. Фактически тот же алгоритм, но вот здесь крупным шрифтом выделены три препарата, которых нет в европейских рекомендациях. Они не используются в Европе, они не используются в Соединенных Штатах, не потому что они плохие, а потому что доказательная база их использования недостаточно, чтобы они вошли в европейские рекомендации. Тем не менее, в определенных клинических ситуациях, несмотря на скудную доказательную базу, мы используем этоцезин и аллопенин, этмозина у нас уже нет, и мы обсудим эти клинические ситуации, когда индивидуально мы подбираем эти препараты. Хотя, повторяюсь, доказательная база очень небольшая. Почему же препараты первого класса, первого С-группы практически запрещены у пациентов со структурной патологией сердца? Мы вспоминаем события 90-х годов прошлого тысячелетия, 1991 год, и были закончены два эпохальных исследования, КАСТ-1 и КАСТ-2. До сих пор, когда мы комментируем эти исследования, мы говорим, что более провальных исследований, наверное, не было. Это были пациенты после инфаркта миокарда, желудочковыми нарушениями ритма, и им решили купировать эти желудочковые нарушения ритма препаратами первого класса, назначали их в сравнении с плацебо. Вот так снизилась кумулятивная выживаемость в группе активной терапии по сравнению с плацебо в исследовании КАСТ-1. Далее было спланировано исследование КАСТ-2. Вы видите, они оба досрочно были прекращены. А вот теперь посмотрим на смертность. В группе активной терапии КАСТ-1 в два раза больше, чем в два раза больше, и КАСТ-2 больше, чем в пять раз больше в группе активной терапии с ранениями с плацебо. Вот какие препараты использовались. Вопрос. Ритмическая смертность, обратите внимание, в 3,6 раз. Вопрос. Почему? Ответ на этот вопрос был не найдет, потому что это были пациенты после инфаркта, потому что это были пациенты с ишемией. Это 90-е годы. Тогда еще через кожных коронарных вмешательств такое количество тромболизиса не было. Это была тяжелая группа пациентов. И в условиях использования антиритмиков первого класса у этих пациентов увеличивались функциональные блокады, нарушения проведения на высоте ишемии. И это все способствовало механизму формирования микроэрентри в миокарде и фибрилляции желудочков. И вот такая аритмогенная смерть. И с тех пор практически антиаритмики первого класса были похоронены при любой структурной патологии сердца. Хотя была предпринята попытка реабилитации, исследования про стороны, про пофенонии, когда попытались расширить показания для назначения этих препаратов. Сюда включались пациенты со стабильной ишемической болезнью сердца, со стенокардией, с сердечной недостаточностью, но без снижения фракции выброса левого желудочка. Но миокарда любой давности исключался, ХСН исключалась, выраженная гипертрофия исключалась. Но что получили? И очень много пациентов было включено. На две группы были они разделены. В обеих группах не было зарегистрировано каких-то фатальных событий. Антиаритмическая эффективность была одинакова. Но тем не менее, во всех аннотациях препаратов первого класса написано, что мы не имеем права их использовать при ишемической болезни сердца, при хронической сердечной недостаточности, при выраженной гипертрофии. В связи с теми давними исследованиями, которые были проведены в 90-х годах. Итак, в нашем арсенале 5 препаратов. Амиадарон, пропофенон, саталол, этоцезин, аллопенин. Это те препараты, которые мы можем назначать с противорецидивной целью пациентов с фибрилляцией при сердце. Давайте каждый этот препарат рассмотрим, немножечко о нем поговорим. Итак, амиадарон. Зачем следим? Все препараты имеют проритмогенные эффекты. Некоторые из этих препаратов, особенно амиадарон, имеют широкий спектр экстракардиальных побочных эффектов. Мы сейчас в основном будем говорить про проритмогенные эффекты. Амиадарон и саталол, третий класс, удлиняют КЮТ. Поэтому в процессе лечения мы должны следить за интервалом КЮТ. Если он увеличивается больше 500 миллисекунд, мы задумываемся об отмене этих препаратов. На фоне амиадарона осторожно межлекарственные взаимодействия. Осторожно у пациента с синдромом слабости синусового зла АВ-блокады. Межлекарственные взаимодействия тоже должны мы о них помнить. И из-за гепатотоксичности, хоть не часто, но встречается, тоже должны мониторировать уровень печеночных ферментов и следить за холестазом. Темпы насыщения чуть позже мы скажем подробнее. Урежает ЧСС препарат, обладает кумулятивным эффектом. Поэтому мы контролируем ЭКГ на старте и начинаем контролировать только через где-то неделю терапии, чтобы отследить возможные побочные эффекты. Саталол, третий класс. Что здесь интересного у этого препарата? Интересно то, что он состоит из двух изомеров. Из D-изомера и L-изомера, право-вращающего и лево-вращающего. Это рациимическая смесь. Один изомер – неселективный бета-адреноблокатор, а другой изомер – это антиаритмик третьего класса. Именно поэтому вот эти бета-блокирующие эффекты мы должны учитывать, потому что у пациентов, например, с бронхоабструктивным синдромом проявляются побочные эффекты. Этот препарат противопоказан при выраженной гипертрофии систолической дисфункции левого желудочка, потому что это неселективный бета-адреноблокатор. Следим Зюкюте. Урежает так же, как бета-адреноблокаторы, действует быстро. Буквально в течение суток мы контролируем ЧСС и можем отследить побочные эффекты. О дозировках тоже чуть позже я скажу. Пропофенон – первый С-класс. Вы видите дозировки 150-300 три раза в день. Это неудобно три раза в день, но тем не менее ничего с этим сделать нельзя. Здесь красный флаг – это увеличение продолжительности QRS. И если QRS расползается более чем на четверть от исходного, мы думаем об отмене, немного урежает синус, быстро действует, поэтому мы быстро контролируем. Осторожность при слабости синусового узла и нарушение АВ-проведения. И еще два препарата – это цезинолопенин. Практически одинаковые мы видим предостережения у них. Это тоже увеличение длительности QRS. К сожалению, трехкратный прием, в среднем трехкратный прием. Дозы здесь приведены. И различие их в том, что это цезин практически не урежает синус. А вот аллопенин обладает способностью разгонять синусовый ритм, то есть давать тахикардии. Это очень важно в определенных клинических ситуациях. Чуть позже мы с вами это оговорим. Итак, что мы должны еще принимать во внимание? Я говорила о межлекарственных взаимодействиях. Это касается препаратов, удлиняющих КЮТ. У нас очень часто коморбидные пациенты, уж если пациент с фибрилляцией предсердий получает антиритмическую терапию, как правило, у него есть еще и другие заболевания. Он может заболеть пневмонией, он может принимать, например, антидепрессанты. Поэтому мы должны помнить о тех препаратах, которые тоже удлиняют интервал КЮТ и могут вступить в межлекарственные взаимодействия. Жирным здесь выделены наиболее часто используемые препараты в реальной клинической практике. Мы должны, уважаемые коллеги, об этом помнить. Теперь несколько слов об аммиадароне. Темпы насыщения. Это очень важно, потому что мы можем говорить об эффективности этого препарата только тогда, когда достигли суммарной дозы 10 грамм. И темпы насыщения. Вот в европейских рекомендациях 2006 года приведены такие 3 таблетки 4 недели или 5 таблеток недели. Если мы хотим в рамках госпитализации очень быстро достичь насыщения, мы иногда даем по 6 таблеток в день в течение 5-7 дней, достигаем 10 грамм, делаем контрольный холтер и отпускаем пациента. И поддерживающая доза. Обратите внимание, никаких лекарственных каникул, никакого перерыва на субботу с воскресеньем. Мы можем подобрать дозу от 100 миллиграмм пол таблетки до 2 таблеток в сутки. И это тоже индивидуальные характеристики. Что интересно по аммиадарону? Это высокоэффективный антиаритмик. Один из самых эффективных антиаритмических препаратов. Но спектр экстракардиальных побочных эффектов очень высок. И это связано прежде всего с содержанием йода. И это связано еще и с тем, что даже после отмены препарата мы можем получить экстракардиальные побочные эффекты. Потому что он медленно кумулируется, медленно выводится. Период полууведения составляет практически месяц. Сколько же йода в аммиадароне? Таблетка 200 миллиграмм содержит 37,5% йода. То есть это 75 миллиграмм. Суточная потребность йода организма составляет 150-200 микрограмм. То есть одна таблетка аммиадарона содержит 500 суточных доз. Но диодированию подвергается ежедневно только 10% молекул. В результате из одной таблетки каждый день пациент получает 50 суточных доз. Но если, например, в период насыщения, внутривенного введения, купирования аритмии, за день пациент может получить годовую или двугодичную дозу йода. Единственный орган, который с удовольствием и с жадностью поглощает йод, это щитовидная железа, особенно в условиях йод-деппицита. Именно поэтому именно кириоидная токсичность, осложнение со стороны щитовидной железы, выходит на первый план на фоне назначения аммиадарона. И вот в этом исследовании, посмотрите, 3,6% патологии щитовидной железы на фоне использования аммиадарона по сравнению с плацебо. Аммиадароновая легкая гепатотоксичность тоже имеет место быть. Что же может произойти с щитовидной железой на фоне использования аммиадарона? Практически все. Это может быть гипотиреоз, это могут быть аутоиммунные эффекты, деструктивные процессы, гипотиреоз. И здесь, если мы принимаем решение назначить аммиадарон пациенту с фибрилляцией предсердий, первое, что мы должны сделать, мы должны посмотреть ТТГ. То есть взять ТТГ до первой таблетки или до первого внутривенного введения аммиадарона. А дальше каждые 6 месяцев кондоле ТТГ плюс Т4 свободный. И если ТТГ начинает повышаться, а Т4 свободный в нормальных значениях, это субклинический гипотиреоз, мы можем наблюдать и через 3 месяца сделать повторный анализ. Если вслед за повышением ТТГ подтягивается Т4, начинает снижаться, это манифестный гипотиреоз. И здесь мы принимаем решение. Если аммиадарон нам нужен очень сильно, жизненно важный препарат, то мы можем оставить аммиадарон и назначить заместительную терапию левотироксином. Если аммиадарон нам, мы можем его отменить, он не очень нужен, тогда мы можем отменить, но не факт, что функция щитовидной железы восстановится. И самая неприятная ситуация, которая требует очень грамотного введения, аммиадарон индуцированный тиреотоксикоз, снижение ТТГ, повышение Т4 свободного. Вот здесь мы должны очень внимательно смотреть. Мы должны, во-первых, совместно с эндокринологом, мы, конечно, все это делаем, дифференциальный диагноз типа аммиадарона индуцированного тиреотоксикоза, КИТ-1, КИТ-2 или смешанный. И в зависимости от вида тиреотоксикоза, подбор терапии, либо тиреостатиками, либо гликокортикоидами, а если смешанный тип и комбинация. Но, как правило, здесь мы обменяем аммиадарон, потому что на фоне тиреотоксикоза начинает ускальзывать эффекты аммиадарона, развивается тиреотоксическое сердце и бесконечно рецидивирует аритмия. Это очень сложные пациенты. Еще один побочный эффект, который мы должны помнить, если нам аммиадарон нужен, и мы лечим, мы грамотно лечим, мы достигаем эффекта, мы должны понимать, что может случиться такая неприятность, как аммиадароновая легкая. Что это за состояние? Это фактически интерстициальный процесс в легких. Аммиадарон нарушает метаболизм фосфолипидов в альвеолах, и они откладываются в виде пластинчатых телец. Фосфолипидоз развивается, утолщается альвеолярно-капиллярная мембрана и нарушается диффузия. Снижается диффузионная способность. Вот такие тени двухсторонние интерстициальные в легких мы фиксируем. Мы должны исключить другую легочную патологию, и мы должны просто об этом помнить, чтобы вовремя отменить препарат. Чаще всего под острое или хроническое течение. Но бывает и острое течение. Если на фоне аммиадарона, если мы отменили аммиадарон, он не вывелся, какая-то большая хирургия, таракальная, как правило, то может быть респираторный дистресс-синдром. Редко, но такие состояния описываются. Чистота. Вы видите, какое колебание по данным разных авторов, в зависимости от того, как мы диагностируем, как мы подходим, какие дозы, как долго мы используем аммиадарон. Терапия. Отмена, назначение глюкокортикоидов. Если мы вовремя сообразили, что происходит с пациентом, вовремя отменили, лёгочный фиброз не разовьётся. Вот так это в среднем выглядит на рентгенограмме и при КТ. Двусторонние изменения, интерстициальные, аммиадароновая лёгкая. Саталол. Что здесь важно помнить? Важно помнить, что опять-таки мы должны грамотно дозировать. Доза 40 мг два раза. Это не терапевтическая доза. Мы можем с неё стартовать, чтобы посмотреть, не урежается ли пациент, не развиваются ли какие-то побочные эффекты. Но терапевтическая доза является 80-160 мг два раза в день. Повторяюсь, это неселективный бета-адреноблокатор, и все побочные эффекты с ним связаны. Бронхоабструкция, изменение сосудов нижних конечностей, хошемии на фоне облитерирующего атеросклероза могут быть. А остальные изменения связаны, собственно, с неселективной бета-адреноблокадой, с кардиальными её особенностями. Принципы назначения длительной антиритмической терапии для контроля ритма. Итак, мы должны помнить, что цель – это контроль симптомов. Это не увеличение продолжительности жизни. А вот следующая позиция должна нами приниматься во внимание обязательно. Клиническая эффективность антиритмических препаратов снижается реже, чем рецидивы фибрилляции предсердий. Что это означает? Вот мы назначили антиритмический препарат, мы получили клинический эффект. Пациент чувствует, что у него нет срывов ритма, у него нет учащения, ему не нужно госпитализироваться для восстановления ритма. Но мы делаем контрольное холтеровское мониторирование ЭКГ и видим, что все-таки короткие эпизоды фибрилляции присутствуют. Идёт спонтанное восстановление ритма, может быть, они с невысокой частотой. Это не симптомное ФП. Мы не должны отменять антиритмик как неэффективный. Он клинически эффективный. А задачи добиться полного исчезновения ритмии у нас нет. Потому что, к сожалению, фибрилляция предсердия – это непрерывно прогрессирующее нарушение ритма. И в итоге практически каждый из наших пациентов дойдёт до постоянной формы фибрилляции предсердия. Дальше. Про аритмии. Экстракардиальные побочные эффекты встречаются часто. Это мы уже обсудили. И безопасность чаще, чем эффективность руководства к выбору антиаритмического препарата. Итак, первая – безопасность. Мы принимаем решение по инициации антиаритмической терапии. Это очень сложное решение, потому что спектр побочных эффектов велик. Поэтому мы можем вначале стараться придерживаться сначала короткого курса антиаритмических препаратов. Ну, в течение месяца давать. После катетерной абляции индивидуально от 3 до 6 месяцев обычно сохраняется антиаритмическая терапия. Амиадарон для короткой терапии мало подходит. Пока насытим, полечим, а потом надо отменять. Он очень долго выводится. Ну, вот это позиции европейских рекомендаций по фибрилляции предсердий 2016 года. Итак, читаем. Выбор антиаритмиков необходимо проводить взвешенно, принимая во внимание наличие коморбидности, сердечно-сосудистого риска, риск приоритмогенных эффектов, экстракардиальных токсических эффектов, предпочтение пациента, симптоматику. Первый класс и саталол не рекомендованы у пациентов со сниженной фракцией выброса и патологической гипертрофии. Амиадарон – препарат выбора у пациентов с ХСН. И признается, что амиадарон – эффективный антиаритмик, но экстракардиальные токсические эффекты имеют место и увеличиваются со временем, поэтому другие антиаритмики должны рассматриваться первыми. Итак, выводы по амиадарону. Прекрасный антиаритмик, многоканальный блокатор. Почему многоканальный? Альфа, блокатор бета-блокатор и блокатор калиевых каналов. Риск желудочковых проритмий. Мониторируем QT-интервал. Мониторируем экстракардиальные эффекты. Терапия второй линии при неэффективности других препаратов и не подходит для короткой терапии. Выводы по профенону. Эффективный препарат, но без явной структурной патологии. На фоне его назначения, особенно внутривенное, может быть, высокая ЧСС – это результат приходов 3-питания 1 к 1. Помним, да, поэтому можем комбинировать с бета-адреноблокаторами. Чаще всего это эффективная комбинация. Саталол – тоже риск проритмий желудочковых. Роцимическая смесь об этом мы сказали. И все ограничения мы тоже это уже все обсудили. Теперь давайте обсудим разные клинические ситуации. Как мы ведем себя в разных клинических ситуациях? Как мы должны подбирать антиаритмическую терапию? Ну, например, первый эпизод. Первый большой клинически очерченный эпизод. Вот пациент поступил в блок кардиорианимации, ему купировали аритмию. У него нет особой структурной патологии сердца. Вопрос. Назначаем противорецидивную антиаритмическую терапию или нет? Существует две точки зрения. Точка зрения. Ну, первый эпизод. Ну, давайте не будем. Если молодые симпатикатонии, давайте бета-блокаторы назначим. Но, повторюсь, бета-блокаторы – это не антиаритмические препараты. Другая точка зрения. Если произошел первый эпизод, значит, уже есть электрическое ремоделирование, уже есть субстрат аритмии, и обязательно будет повторение. И точка зрения, которая как бы находится между ними, да, которая вот такой баланс создает. А давайте после первого эпизода дадим короткий курс где-то на месяц. Потом отменим, потом посмотрим, что будет. Да, наверное, это правильная точка зрения, по крайней мере, вот с клинической точки зрения это адекватно. Дальше. Если у нас есть особая клиническая ситуация, например, первый эпизод фибрилляции предсердий случился после какой-то экстраординарной ситуации, например, таракальная хирургия, большая операция, гипоксимия, электролитный дисбаланс. Раньше ничего не было. Вот здесь мы точно можем не назначать антиаритмическую терапию. Мы купируем и ждем следующего эпизода. В других клинических ситуациях, в таких, как, например, тиреотоксическое сердце, практически бесполезно назначать антиаритмики и для купирования, и для противорецидивной терапии, потому что неизбежно сорвется ритм, пока мы не достигнем эутириоза. Поэтому здесь мы урежаем, лечим тиреотоксикоз, достигаем эутириоза, а потом думаем о восстановлении ритма. Кроме того, в условиях тиреотоксикоза, в условиях воспалительной какой-то кардиомиопатии, антиаритмики будут в большей степени демонстрировать проритмогенные свои токсические эффекты. То же самое и при миокардите. При миокардите мы не назначаем антиаритмических препаратов, ну, за исключением, если там желудочковые нарушения ритма, амиадарон, при фибрилляции предсердия не назначаем. Почему? Потому что пока мы не купировали воспаление, неизбежно будут срывы ритма. Поэтому назначаем пульсурежающую терапию, а потом после купирования воспаления в миокарде думаем, что дальше делать. Дальше. А если редкие эпизоды? Если реально раз в несколько месяцев, но тем не менее они с высокой частотой требуют вызова скорой медицинской помощи или госпитализации для восстановления ритма, мы в этой ситуации можем попытаться подобрать терапию. Подобрать терапию по принципу таблетка в кармане. Но это должно производиться в условиях, конечно, стационара. Что здесь может предлагаться? Мы можем использовать здесь, конечно, или, а не плюс, или пропофенон, или этоцизин, или аллопедин. При тахисистолии можно добавить бета-дреноблокаторов, сочетать с седатиками. И если вот такая работает стратегия, то тогда мы какое-то время можем избежать назначения противорецидивной, постоянной антиритмической терапии. Теперь рассмотрим вот эту клиническую ситуацию. Отсутствие или минимальные признаки структурной патологии сердца. Если здесь мы знаем, что назначить, саталол или амиадарон, здесь только амиадарон, то здесь у нас есть кое-какой выбор. И давайте посмотрим, как мы это делаем. И вот это клиническая ситуация. Когда у пациента есть брадикардия, когда у пациента синусовый ритм в нормальных значениях, или склонность к брадикардии, и мы начинаем давать антиритмике пульс урежащий, и он урежается. Вот здесь, конечно, ниша аллопенина. Несмотря на скудность доказательной базы, мы назначаем аллопенин, он несколько раз гоняет синусовый ритм, по таблетке 3-4 раза в день, максимальная доза по 2 таблетки 3 раза в день, и смотрим, что получится. Если же другая клиническая ситуация, нормальный синусовый ритм, либо склонность к тахикардии, и недостаточная эффективность монотерапии, здесь мы сразу, например, можем выбрать антиаритмик 3-го класса, если склонность к тахи, либо комбинировать аллопенин с бета-блокаторами, абсолютно нормальная комбинация, либо что реже мы делаем, конечно, и вот здесь обратите внимание на дозу сатогексала 40 мг 2 раза, мы можем вот такую комбинацию, но это должно подбираться в стационаре под контролем холтеровского мониторирования КГ, чтобы избежать проритмогенных эффектов. Или, если есть синусовый ритм без склонности к урежению или к учащению, мы можем назначить этоцезин или пропофенон, они в меньшей степени действуют на синусовый ритм, в меньшей степени урежают, мы помним дозы, мы помним кратность назначения, об этом мы уже говорили. Клинический пример не удержалась, включила клинический пример. Как иногда лечатся наши пациенты? Я думаю, что, наверное, вот этот пациент как-то консолидировал назначения разных докторов, потому что трудно представить себе, что это были назначения от одного доктора. 94 года, соответственно, мы понимаем, что структурная патология сердца есть, конечно же, она была. Мы видим сатогексал 80 мг два раза, средняя терапевтическая доза. Пропофенон от аритмии, от одной до трех таблеток при эпизоде аритмии. Еще пропофенон на ночь, 150 мг одна таблетка. То есть такая вот комбинация, которая в реальной клинической практике очень редко используется, тем более у такого пожилого пациента. Лиспинефрил в значениях говорит о том, что у него еще есть ХБП, так оно и оказалось. Он поступил синусовым ритмом с частотой, по-моему, 44-46. Мы потихонечку сначала, естественно, сняли пропофенон, потому что вообще ему не показана гипертрофия, постинфарктный кардиосклероз. Потом задумались об отмене сатогексала. Он у нас сорвал ритм, ушел в синдром Фредерика с частотой 20, и был поставлен кардиостимулятор. Вот что встречается в реальной клинической практике. Но какое-то время он это все принимал благополучно и как-то избегал таких сложных эффектов проритмогенных и неблагоприятных. Итак, мы двигаемся дальше по схеме катетерная абляция. Обратите внимание, в европейских рекомендациях даже после первого эпизода фибрилляции предсердий они должны спросить у пациента, чего вы хотите. Хотите лекарственную терапию, хотите хоть после первого эпизода катетерная абляция современной рекомендации, позволяют нам это сделать. И вот эти успехи катетерной абляции, они были подтверждены в многих исследованиях. Одно из исследований взяли пациентов с фибрилляцией предсердия, разделили на две группы, и одним сделали радиочастотную абляцию, другим назначили антиаритмики, а потом через пять лет сделали семидневный холтер. И в группе антиаритмиков 71 пациент сохранялся синусовый ритм. Я бы сказала, что прекрасно они назначили антиаритмики, очень хороший эффект. В группе абляции сохраняли синусовый ритм, 86% пациентов, конечно, больше. Но тем не менее антиаритмическая терапия, я считаю, что в этом исследовании сыграла очень хорошо. Итак, в плане профилактики рецидивов радиочастотная абляция, это высокоэффективное вмешательство, но мы должны понимать, что это все-таки процедура небезопасная, что есть определенные побочные эффекты, они отражены в европейских рекомендациях. Это перепроцедуальные инсульты, тампанаты. То есть здесь сочетание кардиомболических осложнений с кровотечениями, потому что абляция происходит на фоне назначения антикоагулянтных препаратов. А симптомный мозговой эмболизм, очень интересная цифра до 20%, это МРТ выполняли у пациентов до абляции, после, и находили мелкие множественные очаги после абляции, это микротромбы. Что это означает? Это означает в корковые ветви, когда они попадают, это в дальнейшем развитие деменции. И одно из последних исследований, которое ставило перед собой задачу доказать, что абляция во всей когорте пациентов будет приводить к снижению первичной конечной точки, то есть влиять на прогноз. 2000 пациентов, либо старше 65 лет, а если моложе 65 лет, плюс один фактор риска инсульта, разделили на две группы, и каждые 6 месяцев делали 96-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ. Что оказалось? Вот это рецидивы, пациенты с рецидивами фибрилляции предсердия на фоне абляции оранжевой и голубенькие на фоне терапии. Давайте посмотрим через 12 месяцев. 30% пациентов после абляции продемонстрировали рецидив, и 50% на фоне назначения препаратов. Да, сейчас разные методики радиочастотной абляции, криоабляции, теракоскопические абляции, гибридные хирургии разрабатываются. Оритмологи говорят о том, что должен быть индивидуальный подход к разным методам хирургическим в зависимости от клинического портрета пациента, от ремоделирования предсердий, от разных других приходящих факторов. Это направление активно развивается, и на последнем конгрессе кардиологов говорили уже о неинвазивной абляции. Правда, это в отношении желудочковых нарушений ритма, это гамма-нож, это множество лучей, которые будут сходиться в одной точке эктопии, и, может быть, когда-нибудь мы доживем и до неинвазивной радиочастотной абляции фибрилляции предсердий. И в заключение несколько слов об антиагулянтной терапии после радиочастотной абляции. Мы понимаем, что если в этом исследовании Кабана 30% рецидивов через год, отменим ли мы антиагулянты после успешной абляции? Конечно, нет. Пациенты должны принимать антиагулянты в соответствии с рассчитанным риском тромбоэмболических осложнений, и, кроме того, они продолжают аккумулировать факторы кардиоэмболического риска. И несколько слов в конце о контроле ЧСС у пациента с фибрилляцией предсердий. Если пациент у нас успешно дошел до постоянной формы, мы решили не восстанавливать, или вот уже это спонтанно как-то произошло, но у него ускоренный желудочковый ритм, естественно, мы назначаем пульсоурежающую терапию. Какие здесь особенности мы должны учитывать? Во-первых, мы должны понимать, что никогда у пациента с фибрилляцией предсердий мы не удержим желудочковый ритм в тех нормальных диапазонах, которые мы имеем при синусовом ритме. Обязательно будут эпизоды ускорения и урежения. Именно поэтому ЧСС в покое поставлена как целевая менее 110 в минуту. Вот, хотя и класс уровень доказанности не высокий. И нам пишут эксперты избегать брадикардии. И вот в этой ситуации, когда мы подбираем пульсоурежающую терапию, мы можем делать холтерское мониторирование ЭКГ для того, чтобы оценить адекватность подбора пульсоурежающей терапии, чтобы не было бради ночью, чтобы не было выраженной тахикардии на фоне физической нагрузки. Если фракция выброса ниже 40, у нас в нашем арсенале бета-благатор дегоксин, ранняя низкодозовая комбинация. Почему на монотерапии дегоксином трудно вести пациентов? Потому что, если пациент активно в пределах квартиры, дегоксин удержит. Если есть физическая активность в средней степени, то тогда идет ускальзывание, АВ-соединение от влияния дегоксина. И поэтому вот эта комбинация, она эффективна и безопасна. Если фракция выброса больше 40, у нас появляется дилитязем виропамил в той группе пациентов, где, например, мы не можем использовать бета-адреноблокатор. Мы тоже здесь можем использовать ранние низкодозовые комбинации. И в заключение я хотела бы сказать, что, конечно, в лечении аритмии мы хотим, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Но даже если мы и аритмию удерживаем, и нет паралитмогенных эффектов в антиритмических препаратах, случается что-нибудь, например, какой-то экстракардиальный токсический эффект. И еще в заключение я хотела бы сказать, что антиаритмическая терапия, уважаемые коллеги, это искусство управления ядами. И мы должны это понимать, назначая эту высокоэффективную, зачастую, но очень ответственную терапию у нашего пациента. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.